Привет, мои любимые любители ромашек! Сегодня снова плетем кольцо из бисера с ромашками, но на проволоке. Для плетения кольца с ромашками я буду использовать бисер 10 размера 5 цветов. Белый, коричневый, желтый, красный и зеленый. Также стеклярус третьего размера. Проволоку 0,3 мм. Отрезаем около 70 см проволоки и на один конец набираем 4 желтые и 1 красную бисеринку. Опускаем на середину. И этим же концом проволоки продеваем по направлению сверху вниз в первую желтую бисеринку. И затягиваем. Получаем полу ромашку. На этот же конец набираем 3 желтые бисеринки и продеваем в желтую бисеринку. И затягиваем. Чуть потянем вверх и получаем ромашку. И плести будем сначала на одном конце проволоки, а затем перейдем на второй конец. На этот же конец проволоки набираем 1 стеклярус и опускаем вниз. Затем набираем 4 коричневые и 1 белую, опускаем вниз и продеваем в первую коричневую бисеринку по направлению сверху вниз. Снова получаем полу ромашку. Набираем 3 коричневые бисеринки и продеваем в коричневую. И затягиваем. Чуть тянем вверх аккуратно. И получаем еще одну ромашку. Затем снова набираем 1 стеклярус. И затем набираем 4 красные, 1 белую для следующей ромашки. И продеваем по направлению сверху вниз в первую красную бисеринку. И затягиваем. Получаем снова полу ромашку. Набираем 3 красные бисеринки и продеваем в красную. Затягиваем. Я придерживаю ромашку и немножко тяну проволоку вверх. И получаем еще одну такую восхитительную ромашку. И после добавленной красной ромашки набираем 1 стеклярус и опускаем вниз. Затем плетем необходимое количество ромашек на данном конце проволоки. Для своего колечка, пальчика размером 17,5, у меня получилось 9 ромашек. Также цвета вы можете чередовать абсолютно так, как вам нравится. Сплели необходимое количество ромашек на одном конце проволоки. И вот такое замечательное чередование цветов у меня получилось. И теперь переходим к плетению на втором конце проволоки. Для начала набираем 1 стеклярус и опускаем вниз. Теперь я переверну для того, чтобы этот второй конец лески у меня находился по правой стороне. Затем набираем 4 красные, 1 белую бисеринку и продеваем в первую красную. И затягиваем. И получаем полу ромашечку. Набираем 3 красные бисеринки и продеваем в красную. Затягиваем. И получаем ромашечку красную. Затем этот конец проволоки нам необходимо продеть вот в этот стеклярус. Для этого, где коричневая бисеринка, я вот так переворачиваю. Где коричневая, переворачиваю ее вверх. Желтую переворачиваю вот таким вот образом вниз. И продеваем по направлению к желтой бисеринке. И затягиваем. Чуть доворачиваем красную бисеринку и хорошо затягиваем. Чуть я придавливаю. И получаем первый ряд. И снова я переворачиваю для того, чтобы этот конец лески у меня располагался по правой стороне. Затем добавляем ромашку другого цвета и проделываем то же самое. Только уже в следующий стеклярус. Где красная ромашка, я выгибаю вверх. Где коричневая, я выгибаю вниз. И продеваю по направлению к коричневой ромашке. И затягиваем. Ромашки чуть вдавливаю. И получаем второй ряд. И так проделываем до самого конца. Исплели остальные 9 ромашек. И получаем такую ромашковую лесничку. Теперь каждый конец лески нам необходимо продеть в первый стеклярус. Крест-накрест. И затягиваем. Выравниваем ромашки. И сначала один конец лески продеваем в 4 красные бисеринки. И затем продеваем в стеклярус по направлению справа налево. Исплет離. Закрыляем в 1 раз. И то же самое проделываем вторым концом, только теперь на второй стороне. И затем делаем небольшой поворот, один, затем второй, и точно так же на второй стороне. И лишние концы обрезаем. И ромашковое колечко готово! Всем спасибо за просмотр! Если у вас остались вопросы, то задавайте их в комментариях. Я с радостью на них отвечу! И как всегда на этом я с вами не прощаюсь! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok